Смарт Плюс Все познается в сравнении. Пользовался я разными Xiaomi серии Redmi. Эти телефоны тоже славятся своей автономностью, но даже им далековато до Lenovo P2. Хотя сделаю поправку. Не столько автономностью, сколько батарея и быстрая зарядка вместе. Вот его сильные стороны. Если Xiaomi Redmi Note 4 с моим стилем использования мне нужно было ставить на зарядку каждый раз перед сном, то с Lenovo P2 такая необходимость отпала. И если даже вижу процентов 15 заряда, я могу смело идти куда угодно, зная, что мне хватит их на полдня. А если включить на 5% энергосбережение, можете быть уверены, что до зарядки вы точно доберетесь до того, как он сядет. Энергию он расходует очень бережно. Да, после Xiaomi без быстрой зарядки теперь я разбалован Lenovo P2. Лень ставить на зарядку, когда уже батарея доходит ближе к нулю, ты знаешь, что ему хватит и 15 минут, чтобы работать потом еще полдня, а то и больше. Вот такие пироги с автономностью. В целом на 2 дня полного заряда легко будет хватать. Ну и на день, если вы собираетесь мучить его по полной. Что касается камеры, больше нравится результат при использовании open камеры, а не родной. Может у вас есть любимые приложения камеры? Пишите об этом в комментариях, будет интересно почитать. Я не рассчитывал на суперское качество. Тут стоит не топовый сенсор от Sony IMX258. Его качество вас устроит при хорошем освещении. Чудес, конечно, ждать не приходится. Это не камерафон, но из задних он не пасет. Открою вам маленький секрет. У меня навернулась камера, на которой я снимал полный обзор на этот телефон. Она в ремонте. Но телефончики ведь приходят и нужно делать обзоры. Lenovo P2 плюс open camera меня выручили. Смотрите предыдущие парочку видео на канале. Они сняты на камеру Lenovo P2. Там и оцените по полной его видео возможности. Фронталка тоже неплохая. Нравится за эту цену. Но есть, конечно, и получше. Кстати, это видео снимаю на камеру телефона Redmi 5. Скоро будет его обзор. Так что подпишитесь на канал, чтобы не пропустить. По экрану вот что я заметил. Экран, как и все амоледы, не супер белый. Но к этому быстро привыкаешь и не замечаешь. Но вы же знаете, что чем меньше синего спектра, тем лучше для глаз. Так что это не так уж и плохо. Немного в теплые оттенки уходит. Но скажу вам еще вот что. Как был против амоледов, так и есть. Потому не рекомендую покупать амолед тем, кто не собирается вылазить из игр, чтения или видосиков. Помните, что присутствует эффект шим. Попросту говоря, мерцание. Глаза по ощущениям устают быстрее от такого экрана при долгом использовании по сравнению с IPS. При нормальном использовании, конечно же, все будет окей. Олеофобка, как по мне, слабовата. Можно получше. Палец скользит не очень. Ну и как известно, данная модель славится своей перетянутостью болтов, которыми крепят экран. По крайней мере в ранних партиях. Смотрел конкретно на свою модель. Слегка есть искажение отблесков под углами. Есть, но совсем незначительно. Я стекло не клеил, потому не могу сказать, отходило бы оно по углам или нет. Но мне почему-то кажется, что нет. Но внимание, тут есть еще один момент. По этим самым углам, там где может быть перетянутость болтов, тач у меня недостаточно отзывчив. Я заметил этот, в кавычках, феномен, когда играл в танки. И уже не раз бывало, что в самый неподходящий момент не удавалось поменять снаряды, например, выстрелить. Хотя в повседневном использовании проблем с тачем я не замечал. Повышение чувствительности тача в настройках никак не отобразились на конечном результате. Разве что перчатки при работе можете не снимать, что актуально как раз в эту зимнюю пору. Раз уже заходите в это меню, тут есть классные фишечки. Мне, например, пригодилась функция клонирования приложений «Двойной профиль». Теперь на одном телефоне у вас может быть два аккаунта в одном приложении. Например, банка на разные карточки, два профиля в контактике, в вайбере и так далее. Штука удобная, рекомендую. Также есть функция пробуждения экрана по двойному тапу. Но думаю, она не очень нужна, ведь когда смартфон лежит на столе, достаточно просто коснуться кнопки и все будет разблокировано. Также хорошая штука смарт-сценарии. Назначайте, когда телефону включать или отключать звук, вибро. Раз настроили и забыли. Также можно быстро включать фонарик. Это удобная фишка, на Xiaomi пользовался. Не нужно в темноте лезть в шторку и искать фонарь. Тут на экране блокировки нужно зажать кнопку «Домой» и фонарик включится. Вот только нужно жать тем пальцем, который не разблокирует смартфон, а то просто попадете на рабочий стол и все. Странно придумали. В общем, выбирайте палец. Ну и еще есть много интересных фишек. По звуку много говорить не будем. Тут полный порядок. Динамик достаточно громкий, басы выражены больше, чем на большинстве смартфонов. Мне хватает. Рингтон из кармана слышно хорошо. Прием сетей, GPS тоже без нареканий. Все отлично. Что касается производительности, то как и в основном обзоре, кстати, можете посмотреть, скажу, что мне хватает с головой. Snapdragon 625 очень удачный процессор. Потому я уверен, еще долго будет актуальным. Мне хватает на все. Ну нет сейчас таких приложений, на которые необходима огромная мощь. Интерфейс не тупит. Все работает шустро. Вылеты и тормоза не спутники данного смартфона. Это мне в нем нравится. Прошивка стабильна и без глюков. Уведомления приходят без танцев с бубном. Сейчас Xiaomi стоит в сторонке и немного краснеет. Но в случае с Lenovo, это тот телефон, который достав из коробки, ты просто пользуешься и кайфуешь. Не нужно особо ничего настраивать и заморачиваться. Напишите в комментариях реальные пользователи, были ли какие глюки у вас. Поможем тем, кто присматривается к данному аппарату. В общем, прошивка мне нравится. Наличие NFC в данном смартфоне огромный плюс. Пользуюсь постоянно, никаких проблем. Это очень удобно. И вообще, по секрету говоря, лично для меня, если уж покупать новый смарт, то уже с NFC. К нам ведь уже пришел Android Pay. Может кому-то это не очень важно, но поверьте, все познается в сравнении. Попользовавшись, вы наверное уже не захотите переходить на смартфоны без NFC. А если для вас это не самый главный критерий, то наличие последнего вам точно уж не повредит. О индикаторе событий. В общем, из коробки будут доступны три цвета. Но всего вы можете выбрать один из семи доступных цветов для действий на выбор. Ну и вот такой у меня к нему плотный силиконовый чехол. Тоже очень нравится. Во-первых, смарт сидит в нем плотно. Боковины немного выступают, потому можно ложить экрана вниз. Смартфон в нем не скользкий, кнопки не закрыты. И при падении на ребро или грань у телефона есть все шансы быть невредимым. Где можно купить в описании тоже укажу. Пару слов по памяти. Сейчас в 2018 году 4,64 гигабайта памяти. Это будет золотой серединой и хорошим тоном в среднеценовом сегменте. Приложения стоят все больше. Ваши запросы по количеству фото и видео тоже. Лично мне 32 гигабайта маловато. Потому рекомендую выбирать смарт на 64 гигабайта памяти. Но в каждого свои сценарии использования. И кому-то может даже и на 16 хватит. Ну что же, подведем итоги. Мне смартфон действительно нравится. Я бы оставил его себе. Но повторюсь, что выбираю экраны с IPS матрицей. Я просто не любитель AMOLED. А для вас же это может быть наоборот плюсом. Ведь дело вкуса. А также мне нужна отличная камера в смартфоне. Например, чтобы по-быстрому снять распаковочку для вас. Хотя эта камера с этим тоже справляется неплохо. Из некоторых недостатков не всегда ровное стекло. И чувствительность по краям, если перетянуты винты экрана. Но это индивидуально для каждого аппарата и не критично. Слабоватая олеофобка. В остальном все устраивает. В общем, за эту цену, наверное, лучше не найти. Предлагайте в комментариях, если знаете альтернативу, учитывая все характеристики. А с вами был Smart Plus. Не забудьте подписаться на канал, нажать колокольчик. И первыми смотреть новые выпуски. А также при покупке не забывайте воспользоваться кэшбэк, чтобы немного сэкономить, как это делаю я. Всем пока, друзья.